Добро пожаловать на канал Рецепты из Тетради! Сегодня я предлагаю приготовить бабагануш, или, проще говоря, холодную закуску из баклажанов. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению, вы, как всегда, найдете в описании под видео. В первую очередь подготовим баклажаны, которых нам понадобится 500-600 граммов. Баклажаны необходимо запечь до полной готовности. В идеале на открытом огне, чтобы в закуске чувствовался характерный для нее аромат дымка. Но, в самом крайнем случае, можно довести баклажаны до готовности и в обычной духовке. Получится, конечно, не так ароматно, но не менее вкусно. Готовые и еще горячие баклажаны сразу же перекладываем в контейнер с крышкой или заворачиваем в пленку и оставляем в таком виде до полного остывания. А пока баклажаны остывают, можно приготовить тахини. Для этого нам понадобится 50 граммов обычного белого кунжута, который сначала нужно обжарить до золотистого цвета на сухой сковороде. Очень важно кунжут не пережарить, чтобы тахини потом не горчило. Здесь лучше не дожарить, чем пережарить. Ждем, когда обжаренный кунжут остынет, а затем пересыпаем его в блендер и измельчаем его до состояния пасты. Если у вас, как у меня, блендер не очень мощный, то есть обычный бытовой, то, чтобы облегчить процесс приготовления тахини, в уже измельченный в мелкую крошку кунжут, можно добавить 1-2 столовые ложки оливкового масла. А затем продолжаем перетирать кунжутную крошку с помощью блендера до тех пор, пока у вас не получится достаточно жидкая паста. Вот эта паста – это и есть тахини. К слову, я готовила двойную порцию тахини, поскольку использую эту пасту не только в баба гануши. Когда баклажаны остыли, очищаем их от кожуры и нарезаем мелким кубиком. Можно также измельчить баклажаны в пасту с помощью блендера, но мне больше нравится аутентичный вариант, в котором баклажаны чувствуются мелкими кусочками. Перекладываем нарезанные баклажаны в миску и, по желанию, сюда же можно добавить немного запеченного сладкого перца, также очищенного от кожуры и нарезанного мелким кубиком. Затем добавляем одну или полторы ложки приготовленной нами ранее или купленной в магазине готовой тахини. И слегка перемешиваем содержимое миски, чтобы равномерно распределить тахини по баклажанам. Основа баба гануша у нас готова, теперь закуску нужно довести до вкуса, поэтому добавляем в баклажаны 2-3 зубчика измельченного чеснока. Если любите все чесночное, то чесночка можно добавить и побольше. Также добавляем небольшой пучок мелко нарезанной кинзы или петрушки, по желанию и по вкусу мелко нарезанный острый перчик и 20-30 мл лимонного сока. Это сок примерно половины одного большого лимона. Отмечу, что если вы любите закуски с ярко выраженной кислинкой, то лимонного сока может понадобиться больше. Хорошо перемешиваем практически готовую закуску из баклажана, а потом добавляем либо 2-3 столовые ложки натурального йогурта, либо такое же количество оливкового масла. Лично мне нравится вариант с йогуртом, который делает эту закуску более легкой и освежающей. В самом конце, когда все ингредиенты перемешаны в однородную массу, добавляем в баба гануш соль по вкусу. В последний раз хорошо все перемешиваем и можно сразу подавать закуску к столу. Но, если у вас есть время, то советую дать закуске немного настояться. Перед подачей баба гануш, как правило, сбрызгивает оливковым маслом. Мне же нравится сбрызгивать эту закуску ароматным маслом, которое можно быстро приготовить из половины чайной ложки копченой паприки и пары столовых ложек оливкового масла, просто смешав два этих ингредиента. Для украшения готовой закуски я часто использую целые зерна белого и черного кунжута, а также ломтик лимона и несколько листиков кинзы. Но никто вам не мешает украсить эту закуску с помощью, например, зерен граната, измельченного ореха или хлопьев перца. К слову, существует огромное количество вариаций баба гануша. В некоторых странах Ближнего Востока в эту закуску добавляют лук и томаты, где-то в нее не добавляют тахини, а где-то вместо йогурта или оливкового масла используют гранатовый сок, а вместо кинзы – мяту. Но в любом случае, эта закуска всегда получается не только вкусной и ароматной, но и очень полезной, поскольку баклажаны уже давно известны как овощи долголетия. Обязательно попробуйте приготовить баба гануш, который может стать прекрасной альтернативой привычной икре из баклажанов. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!